Полтора часа жарких споров и взаимных упреков. В пристанном вчера прошел народный сход. На повестке присоединение села к Саратову. К жителям приехало районное и местное начальство рассказать о преимуществах городской жизни. Людям в очередной раз пообещали сохранить льготы и снизить стоимость проезда в общественном транспорте, облегчить налоговое бремя и вообще нарисовали весьма радужную перспективу. Правда, от неудобных вопросов чиновников это не избавило. Главный из них – зачем? был задан более десятка раз. Давайте брать жизнь у Спортюмского муниципального образования. У нас входят сюда 5 селок. У Спортюм, Пристанный, Долгий Бурак, Мельничевка и поселок Новогусевский. У нас свой бюджет. Он достаточно, скажем так, самодостаточный, чтобы мы могли чистить снег, убирать мусор, косить траву, ремонтировать дороги. Все это делаем. Я думаю, вы это видите. Я думаю, население это видит. И у нас хватает денег на то, чтобы, ну, например, в этом году мы стали делать в Ускорзуме парк, делаем пешеходную зону, сделали у вас пристанное освещение центральной улицы. То есть мы это все делаем за счет, скажем так, своего бюджета. Он нам позволяет это делать. И... Я с уверенностью скажу, что мы отрабатываем здесь по полной, в плане благоустройства, упорки мусора и так далее. Я не боюсь, что мне кто-то сейчас скажет, вот ты там этого не сделал, потому что этого нет. Мы здесь добросовестно работаем и добросовестно отрабатываем. Но есть вещи глобальные, которые мы никогда решить не сможем. Вот мы сделали дорогу в Ускорзуме, 4 километра дороги сделали за последние там 30 лет. Но у нас нет денег, чтобы сделать эти дороги в пристанку. Нет денег, чтобы сделать эти дороги в Голгангураде. И для этого нужно объединение. Объединение это достал чок развития, это другие уже деньги. Мы можем жить, да. Мы можем не объединяться, мы можем жить на наш бюджет, можем убирать мусор, можем там, я не знаю, косить траву, чистить снег. Но развиваться мы не сможем. Наш бюджет, подождите, дайте я могу. Значит, наш бюджет, это те налоги, которые мы собираем с вас, с территории. Из этого формируется наш бюджет. И больше его не пустят. Вот собирали мы там 25 миллионов, мы не соберем его больше. Все. На этом точка. Борь не делается ничего, Андрей Владимирович. Я манаясь, борься. Ну что вы говорите? Ну что вы хотят? Андрей Николаевич просит слово, человек. Я же по поводу бюджета. Если у нас 25 миллионов, как вы говорите, собирает, и потом, когда мы присоединимся к городу, в какой стати город будет нас содержать и делать нам дорогу? Города, дыра на бюджет, 5 миллиардов долларов. На сегодняшний день. Ну их нет просто, не оттуда взять. Понимаете, мы уже все здесь привыкли жить самодостаточно. Вот город еще не убедил нас, что он сам живет хорошо. Что такое государственный долг? Что такое государственные заимствования? Что такое, как вы говорите, обязательства, которые возникли через банковские кредиты и так далее? Это абсолютно нормальная экономическая формула решения задач, которые стоят перед органами власти. Налоги и время. Для чего получаются кредиты? Кредиты как раз для того, чтобы покрыт кассовый расход. Когда муниципалитет выполняет свои полномочия, и когда у него не хватает денег, то действительно происходит заимствование. Это абсолютно нормальная, традиционная для всех государств процедура. Если вы посмотрите, это называется государственный долг. Если вы посмотрите, государственный долг в Соединенных Штатах Америки, он составляет несколько сотен триллионов долларов. Это тоже так для того, чтобы показать. Это такое... Андрей Владимирович, вы объясните нам, пожалуйста, с какой целью село Престанное присоединяется к городу Саратов? Значит, давайте я вам... Вы в Престанном проживаете, да? Я, 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 шаг. Давайте я вам отвечу не... Как чиновник, так как... Как чиновник, как чиновник. Как чиновник, я вас спрашиваю. Я понял вопрос, я вопрос понял. Я вопрос понял. Я вам отвечу сейчас, как житель села Уск-Пурзу. Я также здесь живу, также пользуюсь тем самым... А вы, ну, подождите, не перепресс, пожалуйста. И также, как и вы все, переживаю за те населенные пункты, которые мы в насилие. Искренне переживаю, поверьте. И как чиновник, я вот вам сказал про бюджетные процессы... И как чиновник, вы обещаете, вы говорите, вы говорите, вы говорите, вы говорите, вы говорите. Мы, в основном, нашего местного бюджета, вот то, о чем я уже говорил, мы не сможем эти вопросы решить, понимаете? Вот, вступаем в Саратов. Вопрос, у Саратова что, все замечательно и там ничего делать не надо? Почему Саратов будет браться за пристаны? Со своими дырами? А я же за рак, за рыбушку, за синенькие... Вы мне ответили на вопрос, зачем? Вы объясните, зачем присоединять всего пристаны к Саратову? Я вам объясняю за тем, что, вовлекая возможности города Саратова, улучшить вашу среду обитания, вашу комфортную обитацию. Он сам справится, Димон, по примеру. Да, справляйтесь, поверьте мне. Вот, поверьте мне, вот, давайте так, уважительно, трудно, зачем, почему? Вы, извиняйте, село пристаны к городу Саратову. Нет. Вы ответили, зачем? Чтобы улучшить наше жизнеобитание здесь. А сейчас я отдам. Вот, пишите, село пристаны, а возможно ли многоэтажная застройка в пределах конкурденского муниципального оборудования? Нет. Центр. А как это? Нет. Почему? Потому что так это, я вам объясняю. Почему нет? Вот, пожалуйста, в Бухгарьем. Для этого должно быть соответствующее назначение земельного участка, а второе наличие коммуникаций. Построить многоэтажный дом не проблема. Проблема для оборудования. Первое, Владимир, я классно сделаю, что это в Санкт-Петербурге. Это сколько? Это дубки, пожалуйста. Там, Наст, почему поляну кроем? Почему тут дубки? Да, все есть. Я... Презинтересный вопрос. Зачем? Вот почему улучшить? Это, значит, жизнь и обеспечение граждан, проживающих в Северной стране. Да, дальше... И объясните, как? Все обязательства, которые берет на себя город Саратов, он их выполняет. На ремонт дорог Багаревки и Красного Текстильщика в этом году выделено 67 миллионов рублей. Весь дорожный фонд Саратовского района на все 79 пунктов составляет всего 76 миллионов. 30 миллионов рублей город Саратов выделил в этом году на ремонт социальных объектов. Школ, детских садиков, клубов и так далее. В этом году это все уже делается. Если кому не лень, оторвите свою задницу, Андрей, и съездите, посмотрите, как сделаны дороги Красного Текстильщика. Как сделаны дороги, помолчите, вы болтаете, вы Диматор, вы болтун. А мы отвечаем за свою работу. Следующий, съездите в Багайку, посмотрите, какие дороги там сделаны. Как город сделал? Тротуары, бордюры, освесил улицы. Это все город принес. Это город все это сделал. Я секундочку, дай тебе расскажу. Дай тебе расскажу. Следующий момент. Мы сейчас, в том числе, приехали с вами рассудить вопрос, что город формирует трехлетнюю программу присоединенных территорий. В составе города Саратова создан городской комитет развития присоединенных территорий. Владимир Анатольевич Гитенко здесь сейчас присутствует как председатель этого комитета. Ему стоит задача, подождите минуточку, ему стоит задача сформировать трехлетнюю программу среднесрочного развития территории. В эту программу должны войти все населенные пункты, не исключая, в том числе, пристанные, где конкретно будет прописано, когда, какая улица, как будет отремонтирована, что будет на это деньги потрачено, в каком объеме будет реносирование на течение трех-пяти лет. В том числе, подчеркиваю, специально программа, в связи с тем, что у нас на сегодняшний день бюджет занимается, согласно бюджетному законодательству, если вы опять не знаете, на три года, то мы эту программу будем привязывать к трехлетнему бюджету. И в трехлетнем бюджете будет прописано конкретное мероприятие, конкретная улица и конкретное финансирование в объемах. Вот сейчас мы этим занимаемся, понимаете? И когда вы сейчас, вы когда говорите, я прекрасно понимаю ваши сомнения, вы можете все угодно говорить, но власть, которая сегодня здесь работает у вас на месте, вы правильно отметили. Мы терпим, поэтому еще раз говорю о том, что вот еще раз во всей этой истории, вот когда мы говорим о том, что какие практические меры, мы вам и говорим о том, что практические меры будут в этой программе. Мы эту программу также вот с вами будем обсуждать, проект этой программы. Я пенсионерка, и вот мне конкретно, я слышу вас, вот у нас сейчас бесплатная вода пристала, когда присоединяются в Саратове, вы нам щепочки поставите? Срочно, это не такое решение, как мы не знаем. А давайте еще разточним, что вода не питьевая техническая. Я это знаю, да. Ну что же, я точно не знаю, почему население, хотя есть закон о водоснабжении, любой населенный бюджет обязан снабжаться питьевой водой. Где у нас машина с водой питьевой? У вас стоят в данном случае кюветы, которые можно приобрести питьевую воду, она у вас также... Вода по тому же закон, я сейчас не помню его номер, бесплатная. Вода бесплатная? Они и платные. Так что, давай, попробуй, отключите и объясните, когда у вас вода питьевая будет. Бесплатная для населения. Бесплатная не бывает нигде. Я понимаю, когда получаешь. А вы скажите, нельзя ли, вы прийти с бутылкой и за эти кюветы наливаете? На жаль мы в жизни традиционно в поселке пристанут. Я отвечаю, я отвечаю, я отвечаю, я отвечаю, я отвечаю на ваш вопрос, на самом деле. О том, что правоотношения в области водоснабжения пристанно, исторически, или, как бы это сказать, сложились так, что у вас вода бесплатна. Почему? Потому что в свое время колхоз, который здесь предоставлял землю для прокладки водовода, для ТЭЦ-5, вытервал земельные участки. Поэтому, по умолчанию, с тех пор, с вас не взимается плата за воду. Мы вместе с вами, мы неоднократно к этому вопросу возвращались. Нет этого договора на сегодняшний день. Нет. Его нет. Это осталось только в памяти сторожей. Мы с вами этим вопросом занимались. Я лично искал этот договор. Нет его ни в архивах, ни в предприятиях, нигде его нет. Это была, скорее всего, устная договоренность. И мы, вот здесь сидящие, как говорят, чиновники, каждый год, по сути дела, и вы это знаете, мы каждый год, каждый год, ну скажем так, сохраняем этот паритет, чтобы с вас не брали деньги. Для нас это достаточно серьезно. Когда мы выходим в переговоры и говорим, у нас есть население, каждый год практически этот вопрос возникает. В начале каждого года нас ТЭЦ-5 обязывает заключить с ними договор на водоснабжение и водопользование, обеспечить всех счетчиков. Мы каждый год в переговорном процессе выходим на компромиссные какие-то решения, для того, чтобы эта вода уже поставлялась бесплатно. Это на самом деле так, каждый год. И на самом деле, еще раз говорю о том, что вот этого документа юридического, который бы определял право отношения сторон, его не существует. Мы его сами искали, мы сами хотели его найти для того, чтобы у нас были какие-то правовые основания, дальше с ними строить эти отношения. Ну или нет? Вот вы сказали, что можно в любую поликлинику прийти к нам, жителям, приставлены. Вот я прикреплена в 20-й поликлинике, а врач надо, ко мне не приедет. А когда присоедините к Саратову, он приедет? Приедет. 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 Да, и скорая помощь, и скорая помощь, только шаревки приезжайте. Нет. В Саратову можно? Да, в данном случае еще раз говорю о том, что мы выходим при присоединении в систему отношений городских коммуникаций и инфраструктуры. Понятно, что к вам приедет близлежащая скорая помощь, которая будет находиться на маршруте следования, либо в месте дислокации. Поэтому здесь, как раз вот о чем вы говорите, не будет межмуниципальных разграничений. Сейчас, да, к сожалению, это и есть небольшой, но есть перекос. В частности, касающейся постановки на учет поликлиники, правильно, вы имеете право встать на любую поликлинику на учет, и вас обязаны принять и обслуживать. Поэтому это на самом деле так и есть. У вас есть здесь пельшер, он работает, он предоставляет вам услугу. В данном случае, я скажу так, что в пешей доступности у вас есть минимум медицинского обслуживания, и я считаю, что на достаточно хорошем уровне. Мы делали ремонт, мы вообще в целом считаем, что здесь у нас объекты социальной структуры в нормальном, надлежащем, нормативном состоянии. Я хотел бы еще раз рассказать о том, что, ну, когда присоединились первые территории, и эти первые территории, на самом деле, шли им неизвестность, и они, по сути дела своей, принимали решения, ну, скажем так, с какой-то опаской. Почему? Потому что не было этой практики, которая есть. Сейчас уже все гораздо проще. У нас уже 4 территории, 25 на сферных пунктах живут. У них все, что я сказал, сохранено. Права все защищены. Ни у кого нет никаких претензий с точки зрения того, что кто-то кого-то обсчитал, кто-то каким-то образом там насчитал неправильный тариф и так далее. Поэтому, говорит, можно же, грубо говоря, руками потрогать. Надо ли понимать, что вы просто нам рассказываете, жителям, многочисленным, которые смогли прийти, но мнение не будете интересовать, в конченном итоге. Потому что будут голосовать. Вот Сережа, наш любимый, еще один человек, который говорит, как я говорю. Они будут. Они будут. Они проголосовали. О чем даст вы родители? То есть, это еще номер 1? Ну, просто вот. Вы пришли послушать. Вас это кто? Жители пристанут. Мы вас, как бы, собираем. Вот вы здесь, как бы... Вы проголосовали уже, а зачем собирать? Мы дальше обсуждаем. А что обсуждаем-то? Вы хотите нас уговорить? Вы нас не спросили, вы женились без нас. Я хочу присоединиться к московской области. Давайте так. Всем большое спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.